Теперь о поисках Амирана Георгадзе, которого подозревают в убийстве четырех человек в Красногорске. Выйти на его след пока не удается. Не исключено, что он мог покинуть столичный регион. Между тем, сегодня стало известно, в ближайшее время будет предъявлено обвинение в пособничестве в убийствах Шатея и Лизбарашвили. Напомню, это водитель, который сдался полиции. Главного фигуранта Георгадзе ищут уже третьи сутки. Возможно, и мотивы преступления одна из основных тем в российских СМИ. Очень много пишут о деловых связях, а также о конфликтах Георгадзе с районными чиновниками. Важные показания дают свидетели, сотрудники Красногорской администрации. А на вопросы нашей программы ответил сын Амирана Георгадзе, Надарий. Репортаж Тимур Сиразива. Он хранил молчание и на все просьбы журналистов отвечал отказом. Репортеры всех изданий и телеканалов искали любую возможность выйти на него, чтобы просто сфотографировать. Надарий Георгадзе, сын обвиняемого в четырех убийствах и скрывающегося от следствия Амирана Георгадзе. Надарий согласился на единственное интервью и только нашему телеканалу. Место встречи – Красногорск, центр города. С жертвами Амирана что-то связывало? Какие-то дела, общий бизнес? Дела, конечно, связывали. Больше 20 лет, я думаю, они дружили вместе. Сколько я себя помню, столько я знаю жертв. И я не понимаю, почему это могло случиться. Наша семья не может понять этого до сих пор. И никогда мы об этом не слышали, что он собирается что-то сделать. И мы приносим большое соболезнование семьям погибших. И нам это очень неприятно и непонятно. Надарий Георгадзе – совладелец строительных фирм отца. Также он был соучредителем компании противопожарной системы. Это выписка из единого реестра налоговой службы. Фирму закрыли в 2013-м. Примечательно, что соучредителем компании был Виталий Караулов, сын Юрия Караулова, замглавы Красногорского района. По данным следствия, убитого обвиняемым. Это было давно. Мне еще было, я так помню, 16-17 лет. Создавалась фирма, не с те, а сына Юрия Валентиновича. И мы с ним создали эту фирму. И никогда она ничем не занималась. Ни разу. Поиски обвиняемого продолжаются. Полиция не исключает, что Амиран Георгадзе уже покинул Московскую область. В СМИ указаны марки пяти машин, на которых может передвигаться обвиняемый. По другой версии он уехал на попутные фуре. В день через Подмосковье проезжают сотни большегрузов в самых разных направлениях. Фотографии Георгадзе и его приметы разосланы по всей стране. Его водителя, сдавшегося полиции, продолжают допрашивать. Водитель мог уехать. То есть у него было несколько возможностей. Я уже не говорю про то, чтобы обезвредить, задержать. Во-первых, немножко, мягко выражаясь, не совпадают его показания с фактами, которыми обладает на сегодняшний момент следствие. И действительно, его показания немножко путанные. Он, это очевидно, но у следователей тоже.